Автопробег «Звезда нашей Великой Победы» добрался до Тюмени. Уже ставший легендарным, он объединил более ста населенных пунктов России. 5 апреля отправными точками для пяти лучей будущей звезды стали Архангельск, Брест, Дзербент, остров Русский и Севастополь. Тюмень встретил автомарш по-сибирски гостеприимно. Мы, находясь на Тюменской земле, ощутили ту благодять до такой степени, что вот даже тучи развели руками своим общим духом, своей общей мыслью. Команде, которая следует от острова Русский, нужно проехать больше 10 тысяч километров, чтобы 6 мая быть в Москве. В Тюменской области автопробег сделал две остановки – в Тюмени и Ишиме. Участникам помогали и сопровождали члены общественной организации ветеранов «Боевое братство». Высшими их приняли очень, конечно, хорошо. Лично я сама писала письмо, отправляли на гостиницу, чтобы их там и покормили, и в гостинице, чтобы они остановились, и было очень замечательно, хорошо. Найти финансовые средства Тюменскому боевому братству помогли в региональном объединении «Защита Отечества». Руководитель организации Николай Брыкин считает автопробег «Звезда нашей Великой Победы» прекрасным проектом. Он объединяет на низ этой территории всей Российской Федерации. И людям важно показать, и они должны видеть, что то, что было во время нашей войны отечественной, когда русский народ, российский, советский, защищал свою независимость, это очень важно. Это очень серьезное мероприятие, я считаю. И мы в этом приняли участие, и через «Боевое братство» нашли возможность их поддержать. Символ эстафеты памяти – копия Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Масштабные полотнища развернули прямо на площади, и Тюмень запустила свою волну Победы. Слава нашим ветеранам! Ура! 71 копия Знамени Победы. Такое число полотнищ изготовили участники автомаши для своей акции. Ровно по числу лет, прошедших со дня Великой Победы. Фронтовиков осталось у нас уже немного, но традиции забывать нельзя. В Великую Отечественную войну забывать нельзя. Война – это тяжелый физический, морально-психологический труд. Для меня это очень много значит. Все мои друзья – это кадеты Тюмени, они все здесь. Им это очень тоже нравится, они все участвуют в этом. Ближайшими городами, где окажутся участники автопробега, станут Екатеринбург, Челябинск и Уфа. В общей сложности еще 15 крупных остановок, последней из которых станет Москва. Владислав Соколов, Юрий Гудок, Рафа-Юпов, информационное агентство «Тюменская линия». Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны